Крайне занимательная история, которая может быть полезной пищей для размышлений не только с точки зрения того, что делать, оказавшись в такого рода ситуациях, но и с точки зрения того, как таких ситуаций и не допускать вовсе. Выражение в тему «умный» решает проблемы, которые мудрый не создает. С одной стороны, будет идти речь здесь об умном, как решить возникшую ситуацию, и о мудром, как такие ситуации не допускать вовсе. На курсах шитья я познакомилась с Александрой, она преподаватель. Общение складывалось приятным образом, я черпала много нового и интересного, и мне было очень приятно от коммуникации с ней. Да, орфография, пунктуация здесь сохранена, историю я извлек из своего телеграм-канала, имейте в виду адрес которого вы видите на экране. Итак, как-то раз я получила посылку от родственников с севера, там была оленина в разных видах, копченая, сырая, вяленая. А мы живем в средней полосе, оленина является деликатесом, мне захотелось ее угостить, мою учительницу. Судя по всему, учительница здесь слегка запамятовала, что у нее должны быть исключительно профессиональные взаимоотношения с ее учениками, с ее клиентами. Смотрите, об этом всегда важно помнить. Наши взаимоотношения с другими людьми бывают близкими, средними и дальними. Дальние взаимоотношения – это краткосрочное объединение для достижения конкретных целей. Например, в взаимоотношениях дальних со мной является продавец в магазине, водитель в такси. Средние взаимоотношения – это люди, с кем я могу встречаться регулярно. Вот, например, в данном случае это коллеги, допустим, да, и друзья даже, знакомые. То есть это есть такой регулярный темп взаимодействия, когда уже есть некоторое индивидуальное привыкание, да, но дозированное. Близкие взаимоотношения – это люди ближнего круга. Давайте скажем так, это супруга, супруг, дети. В близких взаимоотношениях для человека являются его родители, особенно когда он сам – дитя. Так вот, я о чем? Учительница по отношению к своим ученикам – это какой тип взаимоотношений здесь? Как вы думаете, близкие, средние, дальние? Да, вы абсолютно правы, это средние взаимоотношения, средние с точки зрения расстояния и близости. Вот эта история душесчипательная – подарить подарок, написать сообщенице, встретить после работы, проводить до дома – это все получается о чем? Это все порывы сместить эти взаимоотношения из средних в близкие. Ловите, да? И вот ответственность учительницы в том, что даже если ее ученики… Здесь учительница, работающая со взрослыми учениками, совершеннолетними обучения для взрослых, курсы шитья, судя по всему. И вот даже если эти ученики настаивают на том, чтобы средние перекочевали в близкие, задача учительницы – найти в себе силы не позволить этому произойти. Поэтому учительница по-хорошему здесь должна была отказать своей ученице в приеме этого подарка. Ну, например, Екатерина, мне очень приятно, разрешите, откажусь от вашего подарка, благодарю вас, до встречи на занятии послезавтра в 7 часов вечера. Это важно. Давайте это сформулируем, да? Потому что если человек не сечет поляну и не замечает вот эти коммуникации, взаимоотношения с точки зрения расстояния, близкие, средние, дальние, то он может быть уязвимым для людей, мошенников, которые в дальних типе взаимоотношений могут кочевать в близкие времена, чтобы оставить без денег. Но это лишь зарисовка метафора в тему. Итак, важно учитывать три типа взаимоотношений с точки близости. Дальние, средние, близкие. Да? И важно удерживать границы между ними. Второе. Ответственность учительницы деликатно отказать в подарке, напоминая себе, что ее взаимоотношения с ученицей, учеником кем угодно, средние, дробь, профессиональные. Да? Потому что здесь, видите, что бы ни происходило, в результат того, что это происходит, выносят вклад все участники. А эта история может закончиться не так трогательно, как здесь, а гораздо более жестким образом. Поэтому, когда вы взаимодействуете с людьми, вам важно это учитывать, да? Что вы взаимодействуете с ними не как друг, не как подруга, не как, значит, салфетка для нытья. А у вас профессиональное взаимодействие, да? Разрешите, я вам напомню, что у нас с вами не дружеские взаимоотношения, а профессиональные. Это важно учитывать. В противном случае, наше сотрудничество может быть под угрозой. И вот также здесь важно учитывать эти три типа взаимоотношений с точки зрения близости. И ответственность учительницы деликатно отказать в подарке, напоминая себе, что ее взаимоотношения с ученицей средние и профессиональные. Потому что в силу, например, да даже условного рефлекса, если у вашего ученика или вашей ученицы условный рефлекс никто не отменял, давайте скажем так, вдруг вы высотой вашего лба напоминаете кого-то вашему ученику, что вызывает у него влюбленность по отношению к вам. А голосом тоже вы словно напоминаете голос мамы, допустим, или первой любви. И человек может очень сильно испытывать желание одаривать вас дарами. Если вы это будете все принимать, забыв, что у вас профессиональные взаимоотношения, а не эти сиси-пи-си-мисси, то вы рискуете оказаться немножко в канаве. С переносной точки зрения разбитых надежд, ожиданий и подразумеваемых договоренностей. Поэтому надо говорить нет в данном случае. Даже если вам очень хочется этот подарок, эту оленину, ваша задача и ваша профессиональная ответственность, а если вы этого не делаете, вы не профессионал и вам запрещено работать с людьми, это уверенно говорить нет. Уверенно говорить нет. Особенно на какие-то подарки, которые являются какими-то, видите, значимыми. Мне очень захотелось угостить мою учительницу, и я непременно сделала это. Приняв мой подарок, она постоянно говорила, что ей неудобно, неловко, и она хочет тоже сделать что-то для меня, буквально настаивая на этом. И видите, как они словно друг с другом в этом танце начинают спать, пребывая во сне. То есть учительница словно взяла этот дар, чтобы иметь возможность наслаждаться, чувствуя себя обязанной, постоянно фиксируя на это внимание. Поэтому здесь давайте третий пункт добавим. То есть словно здесь несколько линий обороны были разрушены. Третий момент. Если вы и принимаете дар, то делайте это так. Я благодарю вас. Принимаю с благодарностью. Рада быть полезной. Да, то есть если, например, уж вам очень хочется принять этот подарок, давайте следующая линия вашей обороны. Я благодарю вас, принимаю с благодарностью. Рада быть полезной. И все, завершение процесса на этом. Без необходимости чем-то отвечать взамен. То есть вы можете, все, принял с благодарностью, рад быть полезным. Да, если к тому же это, смотрите, никогда не принимайте дорогостоящих подарков такого формата в контексте взаимоотношений. Принимать подарок от другого человека – это быть обязанным по отношению к нему. Потому что это будет вынуждать необходимостью, особенно если вы не можете с этим справиться. Знаете, что я имею в виду, если особенно вы не можете с этим справиться. Если вы принимаете подарок, это будет вынуждать вас. Вот стоит перед вами группа, а вы знаете, из этих 20 человек вот один проявился подарком вам, который вы взяли, об этом жалеете. По умолчанию будет соблазн выделять особенным вниманием этого человека. И как бы даже когда не хочется, выдавливайте себя, здравствуйте погромче, чем по отношению к другим. Итак, я благодарю вас, принимаю с благодарностью. Это следующая линия, но по-хорошему ничего ценного не принимать, а действовать в формате профессиональных взаимоотношений в соответствии с контрактом. Но если уж понеслось сюда, благодарю вас, принимаю с благодарностью, рад быть полезным. Все, принял с благодарностью. Не заставляя себя думать о том, что вы после этого чего-то должны. И все, тем самым завершили этот процесс. Видите, она постоянно говорила, что я неудобно, неловко, и она хочет тоже сделать что-то для меня, буквально настаивая на этом. И мы договорились. Видите, вот подарок словно был вручен, чтобы дать возможность ей чувствовать себя обязанной. И мы договорились. Видите, как интересно можно наблюдать, как вклад в происходящее, в результат взаимоотношений вносят все участники. Пункт четвертый. Если перед вами человек оправдывается, разрешите ему не оправдываться. Она постоянно говорила. То есть это говорение начинало себя, этот эпизод этого говорения, судя по всему, несколько раз. И очень важно после первого-второго раза это дело пресекать. Да? Александра, я благодарю вас. Этот подарок был от чистого сердца. Вы мне абсолютно ничего не должны. И я даже буду настаивать на отказе вам быть для меня в чем-то полезной. Ваша деятельность – это уже ценность для меня. Ну вот я немножко адаптирую под контекст. То есть если человек перед вами оправдывается в данном случае, имейте в виду, что это жгут на его шее будет затягиваться каждым актом оправдывания все туже и туже. Снимите его напряжение разрешением не оправдываться. Александра, я благодарю вас. Этот подарок был от чистого сердца. Вы мне абсолютно ничего не должны. Я даже буду настаивать на отказе вам быть для меня в чем-то полезной. Ваша деятельность – это уже для меня очень ценность представляет из себя. Давайте проверим наше написание, чтобы было без ошибок. Аккуратненько. Ваша деятельность. Ну если даже будут ошибки, ничего страшного, потому что мы разрешаем себе быть неидеальными. И вы тоже себе разрешаете быть неидеальными. Все хорошо. Наилучшим образом двигаемся дальше. Итак, ей неудобно, неловко. Она хочет тоже сделать что-то для меня, буквально настаивая на этом. Я этот вопрос прокомментировал. Давайте двигаться дальше. Разрешите я тогда это вырежу. Вставлю сюда повыше. Тоже четыре важных вывода мы с вами извлекли. Житейских. У нас практически направленный материал. Правда? Потому что если материал не имеет отношения к жизни, то тогда какой смысл его изучать? Правда? Задача какая? Вот если один из приемов, вы изучив этот материал, в жизнь начнете плавно добавлять, то уже будет что? Правильно. Большой победой. И мы договорились, что она изготовит для меня толстовку, но я должна купить ткань. Вот уже, значит. Знаете, зачастую человек называет себя, он думает, что он безотказен, потому что добрый. Ну нет, человек безотказен зачастую, потому что просто не умеет и не может говорить нет. Хотя очень хочет и фантазирует, что когда-нибудь такая возможность у него получится. Это вопрос тренировки. Вы можете обратить внимание сейчас на урок, который называется «Если чем сложнее сказать нет, тем скорее необходимо сказать нет». Чем сложнее отказать, тем быстрее надо отказать. Где на этом я фиксирую внимание. И судя по всему, видите, обе участницы такого рода горячего взаимодействия испытывают неловкость в том, чтобы сказать нет. Но ничего, она находится в пространстве подразумеваемых договоренностей. Мы поехали с ней в город, обошли много магазинов. Видите, мы поехали с ней в город. Да, вот она учительница в данном случае. Вот мы все сидели, она нас обучала. Но именно я стала ближе по отношению к ней. А учительница допустила в свой ближний круг, то есть поближе к себе на эти более частые встречи, чем с другими учениками. И вот они вместе по магазинчикам ходят, они вместе дружат. Я купила ткани, фурнитуру и отдала Александре. С тех пор прошло уже три года. Александра теперь не общается со мной. Наверное, потому что ей стыдно и при случайной встрече говорит. «Ой, я же так и не сшила тебе толстовку, дел по горлу, но я обязательно этим займусь». Обратите внимание, мы с вами какую бы проблему в человеческой жизни ни наблюдали, мы всегда можем заметить, какими действиями эта проблема поддерживается. Видите, вот мы видим сейчас в том, как себя Александра воспроизводит в времени и в пространстве. Сейчас, вот в этот момент времени, это, в принципе, неудивительный симптом, учитывая выше, что она приняла подарок от этой ученицы, чтобы иметь возможность потом постоянно чувствовать себя виноватой и оправдываться. Ну ладно, но вы можете сказать, «Альберт, что ты лютуешь, а вдруг?» А вдруг это единственное, чем она наполнила свой холодильник, потому что нужно было кушать и семью чем-то кормить. Вы можете вписывать абсолютно сюда все, что угодно. Человек будет всегда свои проблемы рационализировать, чтобы сделать себя красивым в своих глазах. Но о том, как важно уметь говорить «нет», учитывать контекст профессионального взаимодействия, это всегда уместно. Люди, которые это нарушают, они потом за это платятся, жалеют и, как правило, им есть куда расти. Ну так вот, но я обязательно этим займусь. Здесь необходимо, в данном случае, если уже это до сих пор за три года не было сделано, этот эпизод, этот тянущийся, словно раны, с которой вытекается кровь, завершить. Александра, все в порядке. Мне было очень приятно обучаться у вас и взаимодействовать с вами. Вы мне абсолютно ничего не должны. Если та ткань пошла на дело, здорово. Я не ожидаю от вас из этой ткани сделанный вот элемент гардероба. Все в порядке. Очень важно завершить, знаете, зафиксировать убытки, так сказать. То есть замазать, заклеить пластырем место, откуда у вас вытекает кровь. А ведь кровь-то организму нужна. Я вот приглашаю, знаете, трепетно к ней относиться, ее экономить, а не растрачивать ее напрасно, макая асфальт. Итак, и при случайной встрече говорит, да-да-да, ткань, которую я купила, так и лежит у нее. А я безвольно молчу, боясь поставить Александру в невовкое положение. Итак, а теперь пятый тогда. Смотрите, я дублировать вот здесь, в этой истории, что прошло три года, да, и ой, а я так и не сшила тебе толстовку. Четвертый прием я дублировать не буду, а вот пятый прием мы добавим. А я безвольно молчу, боясь поставить Александру в невовкое положение. Видите, получается, они обе находятся в таком состоянии, когда есть некоторая рана на теле, из которой незаживающая вытекает кровушка. И поэтому в данном случае очень важно превратить подразумеваемое в выраженное. Потому что, смотрите, что является здесь подразумеваемым. То есть для автора этого сообщения является само собой разумеющимся. Она же должна мне изготовить эту толстовку. А для Александры, да, она, наверное, подождет, ничего страшного. Годом раньше, годом позже, какая разница, когда-нибудь это произойдет. Это очень важно превратить подразумеваемое в выраженное. Александра, насколько я понимаю, мы с вами согласовали изготовление толстовки на базе ткани, которую я вам предоставил. С момента этой договоренности прошло уже более трех лет. И вы знаете, я иногда об этом вспоминаю с улыбкой и с благодарностью вспоминаю обучение у вас. Да, можно немного добавить этого контекста. Судя по всему, авторы здесь обучались на курсах шитья. Итак, за благодарностью вспоминаю обучение у вас. Здорово. По поводу толстовки. Разрешите, мы с вами снимем эту договоренность. В толстовке нет необходимости. Все в порядке. Все в порядке. То есть, вот, знаете, смысл такой. Я не держу на вас никакого зла. Все в порядке. В столстовке нет необходимости. Все в порядке. Если у вас есть возможность передать мне назад эту ткань, то я была бы рада. Я как раз планирую из нее сделать... Ну, например, если вы планируете что-то из нее сделать. Я как раз планирую из нее сделать обшивку табуретки. Правильно? Если у вас такой возможности нет, и ткань пошла на какие-то другие дела, то все в порядке. Так и скажите. Все ок. Александра, буду рада любому вашему ответу. С уважением. Вероника. Смотрите, ну вот вы же не можете взять и приставить плоскогубцы к ногтям Александры, сказав, что если она прямо сейчас не сделает вам толстовку, эту через секунду, то вы оставите ее без ногтя. Да даже если бы у вас была такая возможность, то я вам предлагаю рассмотреть другие варианты. Считаю этот не самым эффективным. Раз уже прошло три года, то я вас приглашаю, и уже у вас нет толстовки. И получить ее, может быть, не вытягивая другого человека силой, а использовать мягкую силу, разрешив ему это не делать. Может быть, в ответ на это человек как бы выдохнет и поймет, что вы не тот, с кем можно играть в «пытаюсь от тебя убежать, и чувствую себя виноватым перед вами». Что создаст условие, что человеку будет легче сделать уже толстовку, чтобы этот процесс завершить. А самый главный момент – это вы уж сами отпустите. И вот если благодаря этой ситуации вы эти пять пунктов для себя извлечете, это уже будет большой победой, правда? То есть вы таким образом делаете эту игру неинтересной для собеседника, когда показываете ему, что вы его отпускаете. И если вы сейчас хотите сказать, то «Альберт, ну что ты, надо получить!» Так вы ее уже не получили. Ну идите в суд, что вам делать? Ну пишите в социальных сетях, как вас развели на ткань. Ну начинайте и дальше гнойте кровоточить, если вам очень хочется. Но стоит ли овчинка в выделке? Всегда помните, что у любого действия есть вред и польза. И задача заключается в том, вот это действие, которое вы предпринимаете, оно чем обладает в большей степени – вредом или пользой? Решать, конечно, вам, заставлять не буду. Поэтому вот, чтобы этот процесс завершить, и чтобы перестать мяться в ногах в каждой очередной встрече, я приглашаю вас в позиции силы. Вот, насколько я понимаю, Александр, мы с вами согласовали изготовление толстовки на базе ткани, которую я вам предоставила. А с момента этой договоренности уже прошло более трех лет. Знаете, иногда об этом вспоминаю с улыбкой, а даже иногда и со злостью. И с благодарностью вспоминаю об учении у вас. С поводу толстовки. Разрешите, мы с вами снимем эту договоренность. В толстовке нет необходимости сейчас, все в порядке. Если у вас есть возможность передать мне назад эту ткань, то я была бы рада. Я как раз планирую из нее сделать обшивку табуретки, или как раз планирую ее как-то задействовать в хозяйстве. Если у вас такой возможности нет, и ткань пошла на какие-то другие дела, то все в порядке. Так и скажите, пожалуйста, все окей. Александр, я буду рада любому вашему ответу. С уважением, Вероника. Вот важный момент. И с одной стороны кажется, что речь идет о каких-то курсах шитья, о какой-то ткани. Но мы такие пять важных тем с вами раскрыли, которые не всегда на поверхности, но которые и так важны. Правда? С вами Альберт Сафин. Смело делитесь, что было для вас самым полезным в этом уроке. Я очень рад. Я продублирую в письменном формате конспект к уроку, саму историю. До скорых встреч, мои дорогие. Пока!